Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сегодня поговорим про преображение нашего города, потому что город меняется буквально на глазах с каждым днем, и появляются какие-то новые общественные пространства, благоустраиваются уже существующие. И вот хотелось бы сразу спросить про парковое кольцо в центре Волгограда. То есть что это такая за концепция, что должно быть в итоге? Вызовы, скажем так, текущего времени, градостроительные вызовы, архитектурные вызовы городские, они создали предпосылки того, что точечные проекты, они гораздо менее эффективны, чем системный подход. То есть сейчас, если мы хотим добиться какого-то внятного результата, понятного, нам надо работать системно. Если мы сделаем какую-то одну территорию, сквер, парк, там, все что угодно, это будет решение каких-то локальных совсем историй. Если мы говорим о глобальной стратегии, то необходимо создавать кластеры из территории. Ну, потому что в этом случае эффект будет множиться, они будут друг с другом работать, это будут туристические маршруты. И в Волгограде градостроительно складывается сейчас уникальная, в общем, для России структура, единого безбарьерного зеленого кольца парков, куда входит, ну, например, вот пойдем в горсад, комсомольский сквер, комсомольский сад, дальше мы переходим в пойму, которая сейчас в активной фазе разработки, проходим по дороге Сурский сквер, который тоже в активной фазе разработки, спускаемся вниз по, мимо музея «Моя история», дальше идем по новой набережной, аллеи героев, которые сейчас постоянно там обсуждаются идеи, что с ней сделать, Александровский сад у собора, то же самое. То есть город обрастает не локальными какими-то проектами, а такой единой системой, это очень ценно, потому что в этом случае мы можем говорить о появлении такого своеобразного, ну, бульварное кольцо, наверное, некорректно сказать, потому что бульваров нет, но логика абсолютно такая же, что у города появляется такое единое рекреационное кольцо, внутри которого уже появляются разные функциональные зоны, и это такая важнейшая предпосылка для появления будущего, нового мастер-плана города, к чему мы все, в общем, готовимся, ну, потому что это такая большая работа. Ну, вот один из парков, который входит в это кольцо, это Комсомольский сад, горсад наш, да? Расскажите, какая концепция благоустройства, преображения разрабатывалась для этой территории, и вот, что хотелось бы получить в итоге, может быть, с какими сложностями столкнулись, вот, в зависимости от самой площадки? Ну, наверное, сначала про сложности. Наверное, основной сложностью этой площадки было то, что у нее очень серьезный исторический бэкграунд, то есть рядом находится, по сути, территория разделена на две части, одна часть – это то, что называется Комсомольский сквер, вторая часть – это такой треугольничек сверху, это горсад. И сейчас речь идет, вот, работа ведется именно над частью, которая горсад, и она представляет из себя, с одной стороны, рекреационную зеленую зону, то есть все, что сейчас делает центр Вяз, и вообще все, что происходит в городе, оно должно, как бы, ставить на первое место экологическую составляющую, потому что очень жаркое лето, постоянные разговоры по поводу вырубки деревьев, то есть вот мы должны задать такие городские практики, которые покажут жителям города, и нас самих убедят в том, что, да, действительно, новые территории становятся такими, ну, зелеными зонами в полном смысле этого слова, то есть не то, что там клумбы посадили, там какую-то, а прямо, правда, вот деревья, ну, то есть как оазис в центре города. С другой стороны, ну, мы не можем оставлять это просто как вот этот открытый джунгль растущий, то есть там должна быть городская некая функция. И в горсаду эта функция, помимо того, что это парк общего пользования, передовой, ну, вот условно там как какой-нибудь там кусочек парка горького, то есть это качественное покрытие, там симпатичные скамейки, свет, там, ну, все, что полагается, но кроме этого, там есть еще генеральная идея в построении, мы это называем детский кластер, поскольку он, ну, примыкает к парку кинотеатр Победы, который сейчас в реконструкции находится, там очень, ну, такой эффектный проект реконструкции, очень хороший будет, и совсем скоро мы его увидим, и в кинотеатре Победы будет кукольный театр. Соответственно, инфраструктура для посетителей этого театра, вот всякие там прилегающие территорию, площадь перед театром, там, все это задает тон, что здесь некая история детская должна быть, мы это поддерживаем соответствующими детскими площадками, интересными, сложными, кроме этого, там, ну, в горсаду расположена площадка Исамбаева, была спортивная, то есть там есть спортивная функция еще, и в совокупности это все образует такую территорию, где, наверное, акцент в первую очередь на вот эту вот детскую инфраструктуру, ну, детская, да, в кавычках инфраструктуру делается. И горсад, по большому счету, является функционально одной из частей поймы большой, которая там вот находится совсем неподалеку, то есть они представляют собой единое вот это рекреационное такое звено, просто разделенное дорогой, и, ну, вот, наверное, вот так, вкратце, если. Ну, вот еще один объект, который, наверное, тоже можно включить вот в это такое рекреационное кольцо, это набережная. И вот совсем недавно губернатор Андрей Бочаров предложил создать на подпорных стенках творческую галерею под открытым небом. Вот расскажите, какая-то концепция здесь есть, что должно быть там изображено, и что увидит волгоградцы, когда это будет? Ну, наверное, в первую очередь можно сказать, что это такой прям уникальный будет туристический аттракцион, потому что, представляете, там вот будет идти вот это, ну, то, что называют галерея, но галерея некорректная, это огромный такой стрит-арт, растянутый там по набережной, то есть это реально километры стрит-арта, уже само по себе интересно. При этом эта история отражается в воде, ну, там вот в определенных ракурсах, если с воды смотреть, там, с корабля, то это будет еще каким-то образом работать на отражение. Сейчас художники думают, как это сделать, это еще более интересно. При этом на фоне панорамы города, там, и это еще более интересно, это все вместе начинает работать. И тема вот этого стрит-арта, ну, с одной стороны, она очень широкая, то есть это, ну, так можно назвать, наверное, лики Волгограда, Волгоградской области, ракурсы, ну, какие-то необычные ракурсы, окружающие нас, вот этой планетарной системы, Волгоград и, ну, Волгоградская область, Волгоград такая большая планетарная система. Там много-много разных природных историй, которые вообще даже никто и не знает. Там усиленные озера, там какие-то скалы невероятные. И вот на эту тему в том числе будут работать художники. И ключом к успеху здесь является единая концепция. И сейчас как раз на эту тему и ведется работа, потому что все эти разные работы, то есть у каждого будет свой сегмент, каждый рисует свою какую-то вот историю, но это все должно быть объединено, быть в едином графическом жанре каком-то, ну, хоть как-то. В противном случае мы получим такой визуальный хаос и очень трудно. Потому что все же свои стили, все разные. Ну, особенно у стрит-арта там не то слово, какие стили. Вот, так что мне кажется, это какой-то, ну, это очень симпатичный, и такое неформальное решение, связанное еще и с тем, что творческие силы, молодежные творческие силы направляются в какое-то правильное русло, потому что вот эти поверхности и набережные, это всегда такая проблемная зона, где кто-то что-то рисует там, ну, то есть, а так это вдруг превращается в такую творческую и красивую историю, причем такого федерального масштаба. Ну, то есть эта точка притяжения будет в будущем для молодежи, и вот такое место, где молодежь может выразить свои какие-то реально творческие способности, и вот потом внести свой вклад в жизни. Ну, если вы рисуете, присылайте работу. То есть люди сейчас могут присоединиться, как художники, да? Так и есть, они нам сейчас присылают, прям сейчас вот разные эскизы проработки, и с всего этого мы пытаемся собрать такую какую-то убедительную единую концепцию, за то, что очень сложно, на самом деле, потому что у всех все совсем разное, идеи совсем разные, как-то это сделать из-за этого. А надо, чтобы это было прям вот уровня, ну, у нас там город ключевой в России, вот тот контент культурный, который мы производим, он должен быть в соответствующем уровне, чтобы там, ну, как бы, вот как полагается. Еще один очень амбициозный проект – это преображение острова Сарпинский. Вот расскажите, что должно быть там, и вот я так понимаю, что это не только для волгоградцев будет точка притяжения, но и для туристов, которые будут приезжать на территорию нашего региона. Что они увидят, и какие главные идеи, ну, при разработке проекта? Остров Сарпинский – это такой глобальный суперпроект, ну, на самом деле, это такое логическое продолжение развития города, причем на ближайшие там 100 лет, то есть это такой суперпроект. Вот если там горсад – это история, которую вот мы понимаем, что мы сейчас увидим, то остров Сарпинский – это такая вот, ну, правда, проектируешь будущее уже. И, наверное, самое важное сейчас, если говорить об острове Сарпинском, если оставить в стороне инвесторские истории, поиск там финансирования, поиск эффективных бизнес-моделей, вообще там задумок, как, чтобы это все заработало, то самое важное сейчас – это сохранение острова Сарпинского, потому что, ну, как ни странно, мало кто знает, что с каждым годом береговая линия острова сужается, он осыпается. Есть фотографии, ну, на гугле можно посмотреть, когда там вот лес, потом вот как он сокращается каждые несколько лет. И сейчас остров Сарпинский 10 лет назад – это глобальная разница. Вплоть до того, что там, ну, там есть, ну, в общем, не так много, но там есть и жители, и дома, и вот, ну, несколько, если я не ошибусь, несколько сотен там домов есть, и каждый сезон несколько домов смывает, ну, осыпается вместе с берегом. То есть это довольно драматичная история, и остров Сарпинский необходимо как-то зафиксировать в его границах, потому что он представляет собой не только такую планировочную ценность, как разостроительную, но он представляет собой экологически ключевой вообще элемент экосистемы Волгограда. Потому что, ну, вот представим себе, если не будет острова Сарпинского, что будет с климатом в городе? Уже сейчас, пока я к вам ехал, тут прям жарко, будет вообще, то есть, ну, это важно. Значит, вторая история – это проектирование там сценариев какого-то такого, какой-то такой рекреации, которая не войдет в противоречие с этой функцией сохранения острова, потому что ничего не делать – это самое зловредное, что можно сделать, оно просто тихо загнется сам, ну, может, там, не при нашей жизни, ну, вот уже там следующее поколение это увидит. А если что-то делать, то тут история, что это же экосистема очень сложная, надо делать какую-то, ну, такую общественную рекреацию, это ближе к острову Голодный, и там может быть вполне, мне кажется, очень правильная идея с Мариной, потому что нужно потихоньку запускать процессы ревитализации реки, должен усиливаться роль маломерного судоходства, то есть Волга, она вообще должна быть очень живая, не то, что у нас там с набережной в 100 метров где-то что-то плещется, а надо, чтобы это вот как такая маленькая Венеция была, обязательно. Вот, с другой стороны, там, ну, интересная история с тем, что на острове Сарапинске сейчас запланируется центральный аквапарк городской, это все, как бы, это все, конечно, идея, потому что сейчас идет концептуальное проектирование, но создается такой вот остров Голодный, это такая общественная функция, аквапарк, конгресс, зал, ну, какая-то инфраструктура деловая, развлекательная, мыс вот этого острова Голодный похож отчасти в Калининграде, вот эти новые набережные, где какая-то вдруг архитектура, и прямо она в воду уже, ну, как это отражается в воде, выходит на воду такие вот какие-то европейские, марина интересная, эко-отели, эко-составляющие, и вообще научно-исследовательская функция, связанная с изучением гнездований редких птиц, которые там на острове Сарапинске существуют, то есть нужно придумать такие сценарии, которые как бы будут сочетать в себе, в общем, не всегда сочетуемое, то есть это сложно, потому что мы понимаем, что это общественная история, надо делать мост, чтобы остров Сарапинске начал жить, необходимо туда пустить мост, в противном случае туда не придет ни люди, ни инвесторы, никто вообще. Время о природе позаботиться. Да, да, и, в общем, планировочный город идет к тому, просто это может быть там, когда это будет, это еще непонятно, но планировочная логика, если посмотреть на карту Волгограда, понятно, что на самом деле на острове Сарапинском должно быть два моста в его крайних частях, и он должен кольцом связывать с собой город. Мы тогда получаем такую вот суперструктуру, ну и уже не будет вот этих пробок по дороге в Красноармейске, два часа там. Но жители Красноармейского будут счастливы, потому что настолько сильно сэкономят время. Дело же не в экономии времени, а на самом деле в этом случае Красноармейский начнет стремительно развиваться. То есть вот эти вот нас спрашивают, что там только в центре вы делаете, надо там окраинные районы. Вот развитие окраинных районов напрямую связано с транспортной инфраструктурой. Ну вот тоже в общих чертах, в общем, проект интересный. Ну мы с вами уже поговорили про такой творческий подарок для молодежи, и уже в эту субботу у нас состоится большой молодежный фестиваль. Впервые после пандемии это такое грандиозное, по-настоящему масштабное событие, которого, я уверена, ждут многие волгоградцы. Расскажите, какая программа, что готовят, что увидят горожане и гости города Герой? История такая, что на самом деле это не имеющие, наверное, за последнее время аналогов сочетания самых разных активностей. То есть вся набережная превращается в такое общественное пространство, поделенное на кучу разных площадок. Там гастрономическая площадка, где там сейчас делают какие-то невероятные штуки. То есть мне ребята вчера показывали, там какие-то лепестки они заворачивают, это какая-то очень интересная еда. Все рестораторы городские топовые придумывают, чем бы удивить, и друг друга удивить тоже. То есть это такая творчески конкурентная такая история. Центр ВИАЗ делает площадку, собственно, и тоже подобной практики в городе еще не было, чтобы архитекторы, урбанисты делали мастер-классы, воркшопы для людей, в общем, не связанных с этой профессией, но чтобы это было прикольно и интересно. Значит, у нас история будет связана с рисованием быстрых скетчей, шаржей, еще чего-то там, но вот тебе дают фломастер, лист бумаги, и за 20 минут ты там прикольную графику делаешь. И так и делаю. То есть на самом деле это все работает. То есть не просто там некая такая программа, а это прямо вот так и будет, обязательно приходите. Значит, очень серьезная музыкальная программа, все это упаковано в какой-то совершенно классный фирменный стиль, который делал Центр ВИАЗ. Почему я на нем так останавливаюсь? Потому что это пример того, что события, которые сейчас происходят в городе, вот эти общественные события крупные, они становятся все менее формальными, все более творческими. И в этот раз вот графическая даже упаковка вот этого фестиваля, она такая прям совершенно неформальная, очень свободная, очень яркая, то есть такая вот весенне-летняя прикольная. Это очень важно, чтобы подобные фестивали не превратились в такую официальную, ну когда там вот как это выполняется, какая-то там программа, и вот значит все там по очереди что-то там смотрят. Нет, это прям живая структура, то есть я надеюсь, что весь город придет в ней поучаствовать. И в рамках вот этого фестиваля Центр ВИАЗ делает большую-большую презентацию ключевой территории вот этого паркового кольца, о котором мы вначале говорили. И сейчас даже я как-то карты и не раскрою все, но потому что... Интрига, сохраним интригу. Нет, надо сохранять интригу, конечно, до последнего. Но, в общем, наш Центр Урбанизма представит не имеющую аналога в городе практики городские в эту субботу. И в чем их уникальность, конечно, не для России, но для города, в том, что команда, работающая над этими территориями, она включала в себя там консультантов из АФК-системы, включала в себя всю команду города. То есть это большой-большой творческий коллектив, который вот прямо за всех сил напрягся и постарался сделать флагманскую городскую территорию, включающую в себя и культурные аспекты, и исторические, и рекреационные, и все-все-все-все-все. И еще, ну, поскольку появляется такая интересная, большая территория, она привлекает соответствующие партнеров. И в данном случае у нас партнеры на эту территорию, там Сколтеев, там вот большие-большие крупные истории, которые, если они приходят в город, они сами начинают формировать и служить катализатором развития, ну, ну, так не боюсь этого слова, творческой интеллектуальной элиты. Это очень круто, и мы так очень вдохновлены этим проектом. И, в общем, в эту субботу в 11 утра в Дюдсе будет вот эта большая презентация. Будем ждать субботы, будем ждать презентации. Спасибо большое за такую интересную беседу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова